Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Каждая из нас рано или поздно сталкивается с той мыслью, что ей хочется посетить косметолога. Эта мысль может нас настигнуть как в 15 лет, так и в 50. Я также столкнулась с тем, что мне нужен косметолог. Как-то в свое время я его искала, но девочки, которые живут в Канаде или Америке, отлично знают, что найти хорошего косметолога, парикмахера, мастера маникюра, бла-бла-бла, не так уж и просто. Поэтому, если с другими мастерами вопрос как-то более-менее решен, с парикмахером вообще все идеально, то вот косметолога я найти не могла. И мне повезло познакомиться с приятной девушкой Лей, которая является дипломированным врачом-косметологом. В этом видео я хочу вам рассказать и показать мой первый визит к косметологу. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Косметолога я посетила на прошлой неделе, но видео пишу именно сейчас, потому что Лея мне сказала, что кожа должна прийти в себя только через 4-5 дней. Это время прошло, и теперь я готова вам рассказать, что же мы делали и какие у меня от этого остались впечатлениями. Когда я приехала к косметологу, она провела диагностику кожи моего лица. И как ни крути, мои проблемы видны невооруженным глазом, поэтому мы с ней здесь сошлись во мнении. То, что да, действительно поры расширены, действительно есть пигментные пятна, и действительно начали появляться мимические морщинки. Она предложила мне сделать процедуру микродермабразии. Что же это такое? Микродермабразия – это механическая чистка, это механическая глубокая чистка лица специальным аппаратом. То есть на этот аппарат одевается насадка, которая вводится по вашей коже лица, снимая 3-4 слоя ороговевших клеток, тем самым обновляя вашу кожу. Эта насадка работает как пылесос. Всю грязь и все омертвевшие ороговевшие клетки она втягивает в себя. И потом Лея показала мне вот эту насадочку со всей грязью, которую она сняла с моего лица. Я делала видео всей процедуры, но, к сожалению, выставить я вам его не могу, потому что процедура занимает примерно час-полтора. И, сами понимаете, это довольно-таки утомительно. А во-вторых, видео получилось не очень качественным из-за плохого освещения. Но некоторые сюжеты я все-таки обязательно добавлю. Вот как это начиналось. А что делает эта пенка? Да, мы смываем всю поверхностную грязь лица. Если есть какие-то остатки макияжа, мы их тоже снимем. Это очень нежная пенка. Она не имеет никаких аллергенов. Мы смываем все-все-все, чтобы кожа была чистая. То есть эта пенка без воды получается? Сама пенка была без воды, в ней есть уже тоник. А сейчас я смываю водичкой. Такие специальные спонжики с теплой водой. Сейчас мы протрем лицо тоником. Мы используем тоник жидкого золота фирмы Амилтон. Он даст нам еще один этап очищения. Обезжиривание кожи. Сегодня мы делаем процедуру микродермабразия. Микро имеется в виду, что это минимальное очищение дермы от мертвых клеток. На самом деле процедура очень эффективная. И чистит нашу кожу от 3 до 4 слоев, снимая мертвый покров. Она совершенно безболезненная, достаточно приятная. За счет вакуума и алмазного напыления она очищает кожу от поверхностных чешуек и от угревых точек. И эффект должен быть виден сразу по окончанию? Да. Первоначальный эффект мы видим сразу после процедуры. И через 3-4 дня мы видим полный эффект. То есть морщинки разглаживаются, кожа регенерируется, овал лица подтягивается. Если есть какая-то пигментация, она осветляется и иногда убирается вообще. А как часто нужно делать эту процедуру? Эта процедура делается раз в 3 месяца. Если нужен курс для шлифовки каких-то определенных фрагментов кожи на микро- или макро-системе, тогда косметолог индивидуально подбирает программу под каждого клиента. Микродермабразие также минимизирует поры. Если есть расширенные поры по какой-либо причине, после микро, через 3-4 дня, мы замечаем, как поры сужаются. А почему они сужаются? Потому что за счет того, что происходит очищение, и сама по себе пора после маски может закрыться. Сначала Ле нанесла мне на лицо очищающую пенку, которая сняла все загрязнения с кожи лица. Несмотря на то, что я была не накрашена, кожу лица все равно надо было очистить. После этого началась сама процедура. Процедура безболезненная, процедура, можно сказать, даже приятная. Ну, мне понравилась во всяком случае. После того, как процедура закончилась, Ле нанесла мне успокаивающую маску, которая сняла все покрестнения, которая дополнительно очистила из узела поры лица. И после этой маски она нанесла мне сыворотку. Ну, и как бы процедура закончена. Что я могу сказать? Когда я посмотрела на себя в зеркало после этой процедуры, лицу не было страшным, не было фактически никаких покраснений. Но сказать, что я визуально сразу увидела результат на своих порах, потому что именно поры меня беспокоят, наверное, больше всего, то нет. На что Ле меня успокоила и сказала, что так как снялся верхний слой кожи, поры сейчас кажутся более широкими. Но через 3-4 дня они сузятся, и некоторые поры закроются вообще. Пигментные пятна. Те пигментные пятна, на которые были молоденькие, они сразу же ушли. Но вот это мое старое пигментное пятно, да, действительно, оно уменьшилось. Но оно, к сожалению, не ушло. Но, положа руку на сердце, конечно, от одной процедуры ждать 100% видоизменения своей кожи нельзя. Потому что я к косметологу не ходила, наверное, лет 10, если не больше. И за одну процедуру выйти с идеальной кожей, ну, давайте смотреть правде в глаза. Если это не пластика, то это нереально. Что еще? Очень немаловажно. Вот здесь у меня начались носогубные морщины. И они вот совсем недавно, ну, может быть, с полгода я начала их замечать. То есть, эти морщины ушли полностью. Также вот здесь осветлилась кожа лица. У меня глубоко посаженные глаза. И эта кожа лица у меня, ну, чуть-чуть как темноватая, что ли. Осветлилась хорошо эта кожа лица. И убрались маленькие мимические морщинки. Вот здесь процедура не проводится. Проводится по косточке. Что я могу сказать? Перед тем, как писать это видео, я прочитала еще много всяких отзывов от других девочек, которые делали микродермабразию. И, честно говоря, отзывы всевозможные. Кому-то вообще не подошла, кому-то идеально подошла. Но что меня смутило, это то, что некоторые девочки эту процедуру делают или каждую неделю, или, там, минимально это раз в месяц. Я спросила у Лии, как часто нужно делать эту чистку лица. И она мне объяснила, что именно вот эту чистку лица нужно делать раз в три месяца. Потому что, если мы будем делать ее намного чаще, ей, как косметологу, все равно. Хоть каждый день ходи. Если мы будем делать эту процедуру намного чаще, это сильно травмирует кожу. И потом это может вылезти в какую-нибудь, ну, я не знаю, непредвиденную гадость. Что можно сделать еще в моем случае? И мы еще не определились, что делать дальше. Можно сделать энзимную чистку лица для того, чтобы максимально очистить мои поры. Потому что там работы много. И не потому, что мне косметолог навязывает свои услуги. Потому что я сама вижу, что действительно над порами нужно работать. С каждым годом они становятся все заметнее и заметнее. Значит, первое, что можно сделать, это энзимная чистка лица. И второе, это кислотный пилинг. Только теперь не в домашних условиях, как делала я, а теперь у врача-косметолога. Девочки, ну, что я могу сказать в заключении? Я сразу хочу оговориться, это никакая реклама, непроплаченная акция. Я это видео делаю для того, чтобы поделиться своим опытом. Каждый из вас, все, кто смотрит меня, это взрослые люди, которые в состоянии принять самостоятельное решение и которые в состоянии почитать кучу отзывов, посмотреть кучу видео, кучу информации относительно того, нужен ли косметолог или не нужен косметолог. Я столкнулась с той мыслью, что мне косметолог нужен. Но как ни крути, каждая женщина не хочет стареть и постоянно борется со временем. Чем хорош косметолог? Во-первых, у косметолога ты можешь проделать именно те процедуры, которые дома мы проделать не можем. Специальная аппаратура, специальная косметика, которая не продается в магазинах. Более того, чем полезен косметолог, это именно тем, что он может подобрать уходовую косметику специально под вашу кожу. Лично я столкнулась с тем, что хаотично покупаешь всякие кремы, смотришь отзывы, читаешь отзывы, ты покупаешь, тратишь деньги. Так у нас в Канаде косметика не дешевая. А потом этим кремом мажешь руки, потому что он на твоем лице не работает. И в моем случае проще один раз обратиться к косметологу. Он подберет косметику полностью под себя, чем покупать огромное количество тюбиков, а потом их или дарить, или мазать на руки, ноги. Также я задала Лее вопрос, как же найти своего косметолога? Потому что все неприятные девушки, все не очень вежливые и душевные со своими клиентами. Ну как понять, профессионал это или нет? На что она мне ответила? Что каждый косметолог, который, грубо говоря, знает себе цену, который считает себя профессионалом, прежде всего предоставляет бесплатную консультацию своего клиента. Как она мне объяснила, для нее важно не то, чтобы к ней пришло 100 человек, а для нее важно, чтобы к ней пришел человек, ну и остался с ней, грубо говоря, навсегда. Вот, поэтому человек-профессионал, косметолог-профессионал никогда не побоится предоставить вам бесплатную консультацию. Конечно, в идеале, чтобы это была встреча ТТТ, чтобы она видела вашу кожу лица. Но если это невозможно, то эта консультация может быть даже по телефону. Ну, я считаю, что ТТТ это самый лучший вариант. Также косметолог не должен скрывать от вас, какие средства она использует. Уверенный в себе косметолог, косметолог-профессионал не будет бояться того, что вы послушаете, какой косметикой она пользуется, и побежите покупать ее в интернете. Косметолог – это тот человек, который делает такие процедуры, которые дома мы сделать не можем. Ну, я так считаю, что я к косметологу обращалась только тогда, когда поняла, что ну все, в домашних условиях моя проблема не решается. В противном случае, если у вас нет проблем с кожей, если у вас все идеально, если вы молоденькая, вам лет 20-25 до 30, и вас ничего не беспокоит, ну забудьте бы вы об этом. Да, косметолог – это определенная трата денег, то есть это статья расходов, как ни крути. Но если вы столкнулись с возрастными изменениями, если вы не можете с ними мириться, если у вас сильная пигментация лица, то лучше, ну мне так кажется, это лично мое мнение, то лучше найти своего косметолога. Ну вот и все, девчонки. Я поделилась своим мнением. Я надеюсь, вам это было интересно. Если было интересно, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до новых видео. Пока!